Ну что же, друзья, вот мы с Натальей движемся по направлению к месту ее проживания. А проживать она будет у Анны из Техаса, которую мы снимали неоднократно. То есть Наталья, еще не начав учиться, уже попадет, что называется, в Google Environment. Да, потому что Анна работает в Google, вот, так что и скучно не будет. Там у нее еще двое деток маленьких, в общем, вам там будет веселье. Ну да, да. Наташ, а скажи, как получилось, что ты вдруг в тестеры? Миша, вообще все произошло неожиданно. Так, я помню, поэтому я не помню деталей. Очень неожиданно. Мы с тобой, ты помнишь, мы с тобой по Skype что-то переписывались, и я вроде сначала в шоу. Говорю, ой, как мне хотелось бы к вам тоже приехать, когда вы встретились с Ириной. Да, да, с Ириной, мой сын. Да, и ты говоришь, ну в чем проблема, приезжай, как бы мы будем рады. Да. И я вдруг, какая-то такая у меня мысль осенила, и говорю, а может быть мне в школу к тебе приехать? То есть если уже все равно ехать, так хоть и научиться. Нет, дело в том, что, ну я же банкир, я знаю, как бы компьютер, не так много, не так сильно, но я знаю, я как бы хороший пользователь компьютера. Ну конечно, конечно. А вот, и ты мне тут же написал, гениально, и я просто думаю, ничего себе. И конечно, я сначала думаю, да нет, мне Винни никогда не отпустит просто, ну, и когда я Винни сказала, он говорит, почему нет? Это твое оппортунити, тебе не нравится работа в банке, почему бы не попробовать? И вот тогда помнишь, он меня полчаса интервьюировал. Да, я хотела сказать. Я хочу сказать, что такого мужика Наташа оторвала, таких нету вообще. Знаешь, что я помню? Вот была такая частушка, вот я тебя спою. Сейчас. От имени советского утиля мы были на приеме у Черчилля. У него штаны в полоску и вообще он парень в доску. Где они такого отчепили? Вот это про тебя частушка. Знаешь, то есть я не знаю, про штаны там и все такое, но вообще где-то такого отчепила я даже. Он суперский. И я хочу тебе сказать, и Артем у меня тоже, он так среагировал, говорит, мам, как классно. Но правда я думал, что из нас двоих я первый окажу из Калифорнии. А он чего? Ну как-то он так тоже мечтал поехать в Калифорнию. И говорит, как-то я был уверен, что я первый поеду, не ты. Объясни, вот люди живут на севере, там снег, им хочется в тепло. Нет, он хочет работать здесь, он хочет жить и работать. Но он сейчас в данный момент учится в Стэццине. И в данный момент мы тут, думаю, работу ему нашли в очень известной фирме, но пока я не буду. Скажи такую вещь, ты от Орландо, от столицы штата, ты 40 минут езды? Нет, столица штата это Талахасия. Я извиняюсь, большого города. Значит, ты 40 минут езды или ты 40 миль оттуда? Нет, от Орландо мне 30 миль в одну сторону. Ну, как бы это недолго, это минут 20. То есть это нормальный будет такой комьют, если работа будет? Абсолютно. Я работала последние два года перед банком, я ездила в сердцевину Орландо, можно сказать. Где-то было 35 миль. Ну, ездила. Если ты знаешь, если работа стоит того, то можно ездить. Мы с Винсом, значит, я пошел свой экран в скайпе и пошел в DICE. И мы с ним искали, и ты тоже была, да? Да. Мы искали позиции посмотреть, что вообще есть. Значит, но что интересно, вот я подумал, что при всем, при том, что большая часть работы находилась в Орландо, тем не менее, там было несколько мест в непосредственной близости от того городка, где вы живете. Правда? Да, в Санфорде. Как? В Санфорде? В Санфорде. Это где-то от меня, может, миль 7. Ну, то есть совсем удобно. Конечно, если повезет. Ну, я дело в том, что не зацикливаюсь на том, чтобы было близко или не очень близко. Я подумал, Наташа, что все равно первая работа не должна быть последней. Конечно. Не то, чтобы там на пенсию с ней уйти. Те же до пенсии он там почти 20 лет. Поэтому поработала там годик где-то, в Орландо покаталась, опыта набралась. Конечно. Плюс у тебя пятки не жмут или туфли не жмут. Нет. Вот, и все, и ты поспокойненько себе смотришь ближе к дому, все дела. Да. И потихонечку переберешься. То есть это на самом деле и то, и другое доступно. То есть я понимаю, что вам выезжать, вы не хотите, у вас дом выкупленный, правильно? Кстати, когда я поехала, мне Винс сказал, а кто его знает? А вдруг мы еще и переедем? Я говорю, ты что, шутишь? Он говорит, ну, никогда никто не знает. Так расскажите, что это он, что он имел в виду? Он поспешивали. Ну, потому что он знает, он знает в Силиконвале, в Балле, он знает Калифорнию, он очень часто здесь был. То есть он динамичный поле? И он говорит, да, очень многим нравится здесь жить. Ну, мы знаем, что это не дешево, конечно. Нам нужно будет бензинчиком, мы сейчас должны будем выйти. Так я не успел. А вот, ну, ничего, я не знаю. Конечно, мы не собираемся, но он сказал, никогда не говори никогда, и это правда. Никогда не говори никогда. Я никогда не подумала бы, что я вообще уеду на три месяца учиться, у меня даже мыслей не было. Ну, ты знаешь, Миш, если бы мой муж хотя бы сомневался, надо или не надо, я бы, наверное, не поехала. Но можно сказать, что он меня отправил. Он мне сказал, поезжай и даже не думай. Он кто по гороскопу? Блин, один, подожди, 15 июля, я все время забываю. Джоминай. Да, я понял. Что Джоминай у нас? Близнецы? Близнецы. Да, близнецы. Я знаю по-английски, а по-русски я все время не знаю. Ну, что же, близнецы такой знак сложный на самом деле. Ну, в этот момент в нем был такой близнец, который сказал, давай. Сказал 15 июля, 15 июня, у него день рождения. А, июня. Да, июня. Ну, и в общем, вот так получилось, что он сказал. Поехали. Ну, он сказал, что если в таком возрасте ты сейчас ничего не изменишь, что ты не изменишь никогда. А ты возраст не скрываешь на канале? Семь лет. Ты все время там всем рассказываешь, да? А что? А есть женщины, скрывают. А я не хочу. Все. Значит, это у нас интересный кейс получается. Женщина, 47 лет. Да. Знаешь, у тебя, ты можешь такую мульку потрясную, значит, сказать, да я дояркой работала. Знаешь, так вот. Я уже всем это рассказала. Я очень горжусь этой работой, честно говоря. Я считаю, что я прошла в жизни все, очень тяжелой работой, не очень тяжелой работой. Потому что ты барменом была, да? Я была барменом. Там все мужики пьяные все время. Ну, нет, нет. Там был очень красивый бар, построенный венграми. И он там все время приезжали туда иностранцы. И ты поняла, что хочешь за границу жить? Не знаю, не тогда, наверное. Ну, так получилось. То есть, красота тебя подвесилась к аллиграции. У меня вообще получилось очень случайно, что я приехала в Америку вообще. Как сначала? К мужу? Нет, дело в том, что я была не замужем 11 лет в России. И пошла в местную контору, где они знакомили с местными мужчинами, так скажем. Да, с американцами. И я, нет, не с американцами. Тамошними. А именно с тамошними, думала я. Ну, я из Ярославской области, может, кого-нибудь себе и подащила. Подожди, а это было в какой области? Ну, я в Рыбинске жила. Это Ярославская область. А, ты думала, вот из наших мест? Ну, вот, да. В Ярославской области. Я им принесла фотографию, я им принесла свою анкету, там что-то сделала. И они мне, как-то не сказавшие ни слова, поместили меня вдруг на интернешнл сайт. Они говорят, с такими данными? Нет, почему? Может быть, они как-то перепутали, потому что они и там, и там меня поместили. И вдруг мне начали поступать письма, неведомо откуда, из Австралии. Со страусинами фермами. С страусинами? Да, там мужчина один написал, у меня ферма, и послал мне эту фотографию, там страусы, ферма страусы. Ну, мы, советские девушки не могут гоняться за страусами. Ну, и там из Англии очень много пришло. Ну, и, в общем, такая история. Я рассказывала историю эту на своем канале, там не будем сейчас эту историю рассказывать. Но дело в том, что, конечно, я была не подготовлена абсолютно, и когда я с Джерри познакомилась, первым своим мужем, там было решено, что я поеду. Давай мы здесь выйдем, бензинчика возьмем, а то я чувствую себя немножко таким неуверенным по этой части, поскольку лампочка загорелась. То есть попала в Америку случайно. А вот недавно я смотрел видео, и ты говоришь, да если бы я знала тогда то, что знаю сейчас, так я бы вообще никуда не поеду. Нет, я сказала, если бы я, вот если бы сейчас мне надо было переезжать из России в Америку, если бы я знала... Это уже в этом возрасте. Да, если бы я знала, насколько тяжело, я бы, наверное, не смогла уже вот в этом возрасте пройти. Тогда вроде как, знаешь, глупая, 34 года, хотя тогда я думала уже я взрослая, ну как взрослая, я тогда старая себя оказала. В России это старая, понимаешь? И я вроде как думала, это у меня последний шанс. И все, сорвала ребенка, сорвалась сама, поехала. То сейчас данного места как бы в таком возрасте, да? Ребенок никогда не говорил тебе, зачем ты это делал? Конечно, говорил, конечно, конечно. Да ты что? Он говорил, поехали обратно. Это в какой период времени было? Когда сразу приехали. Ну то есть через пару месяцев уже не говорим? Нет, как раз вот месяц, два, три года мне тяжело было. Вот, потом уже Артем было не тяжело, он уже друзей нашел, и по-английски стал он говорить через полгода, можно сказать, очень хорошо. Ну естественно. А сколько лет ему было? Ну, когда его сюда привезла, 14. Ну. И представляешь, на следующий год вдруг 15 лет ему, и он получает машину. Причем в Монтане учат бесплатно. Ну, покупает сам себе. Отучил, отработал в Макдональдсе два месяца и купил себе машину. А в России он даже о велосипеде не мечтал. Да ты чего? Так, давай-ка мы зарядимся, и пока на время прервем нашу запись. Мы продолжаем, друзья, после небольшого перерыва на заправку автомобиля. Так на чем мы остановились-то? На чем остановились? На том, как я вообще решила приехать в школу, как я приехала в Америку, и Артем, как он мне говорил. Давай, гадь мать. Куда мы приехали? Так, хорошо. Давай вот что. Все-таки. Миш, я просто... Ты работала в банке, ты работала в банке, никого не трогала, все хорошо. Ну, там, ну, может быть, тебе немного платили, но рядом с домом, дом у тебя выплаченный. Да. Чего тебе, ну, как сказать, что тебе, с места тебя сорвало, что? Да, не то, что с места сорвало, но ты знаешь, когда работаешь на зарплату, которая намного ниже того уровня, который хотелось бы, то всегда думаешь, а куда бы еще, куда бы еще. И не самореализованность. Ну, как-то да, потому что в банке работаешь, у них требования-то высокие, а зарплата маленькая. Банки вообще удивительное место в этом смысле, то есть они все кишки из тебя мотают, а платят, как будто ты вообще не работаешь совсем. Думаешь, ну, ладно, там, требовать-то требовать, я это все могу выдержать, но платите хотя бы за это, поэтому. Ну, да. Я очень довольна, кстати, тем, что я там работала. У меня, конечно, был experience, experience в банке, я знаю, что такое теперь банк, я знаю, о чем банк. Так. И, конечно, коллектив у меня был шикарный, Миша. Интернациональный? Ну, интернациональный, мы очень были дружны, и я, как я сказала, дай бог мне, следующий мой день будет такой же, то есть. Ты знаешь, интересно, у меня была женщина из банка лет, ну, не знаю, так, под полтинничку. Банк был в Сан-Франциско, вот это отделение, где она работала, в Сан-Франциско, прямо возле громадного парка. Ну, а парк, тем более, понимаешь, как лес, там люди разные в лесу бывают. Ну, в общем, она два раза оказалась под ограблением, под нападением, вот, с ганпойт, да, значит. Вот, и на этой почве она как пошла лечиться, типа у нее там стресс, получила воркерс компенсейшн, значит, там бенефиты, и пришла к нам учиться, вот на эти бенефиты, которые государство выделило за то, что она пострадала от работы в банке. Ну, да, я представляю. Знаешь, как интересно бывает? У вас тут сумасшедший трафик, я не скажу. А где, вообще никого нет, ты что знаешь? Ну, как-то так, видишь, подрезали, как тебе. А это он просто несется куда-то. Ну, как я тебе про что говорю. Я даже и не заметил, ну, несется человек. Ты знаешь, здесь все-таки, вот, по сравнению с тем, как я в Москве водил, здесь стратегия вождения оборонительная. То есть, ты думаешь о том, что я могу сделать, чтобы все было хорошо, понимаешь? А там ты думаешь, ах ты гад, и там начинаешь им что-то доказывать. Ну, раз в Орландо тоже сумасшедший трафик, потому что очень много туристов, и все приезжают из разных штатах со своим правилами, поэтому... Я хочу вернуться, кстати, к своему видео, подожди. Помнишь, ты мне сказал видео, которое я сказала, там, что не ездите никуда и не пробуйте ничего? Я хочу опять же подвести черту, потому что ты мне сказал, ты не подводил эту черту и не говорила разницу. Да. Я говорила в этом видео про людей, которые приезжают по туристической визе. Давай я объясню сначала, ребят. Давай. Значит, я смотрел видео, где Наташа, значит, отвечала на вопрос, там говорят, а вот говорят, Людмила, подруг твоя, правда? Да, там вообще с Людмилой ничего было не связано. Не связано. Ну, короче, Людмила говорит, продавайте квартиру езжать, а Наташа говорит, да вы чего, с ума посходили, туда-сюда, как можно что-то продать? Подожди, подожди, но она все это рассказывала. Ну, кажется, я все неправильно сказала. Ну, ты поправишь сейчас. Она все это рассказывала, держа в уме людей, которые приезжают без статуса. Да я не держала в уме, мне посыпались письма, что Наташа, мы здесь в Орландо, помоги нам найти работу и жилье. А, вот так, у нас есть 100 долларов. Я в Вене прочитала эти письма, он сказал, мы так же выпустим видео, чтобы они не думали, что ты можешь им помочь. Да. Потому что мне пришло, наверное, писем 5 или 6 в один вечер. То есть мы уже в Орландо? Нет родственников, если вас здесь кто-то ждет, если у вас нет грин-карты, то есть разрешение на работу и на жилье. Они приезжают, они снимают отель, отель заканчивается там неделю-две и дальше они думают, сейчас мы снимем квартиру, будем работать, Наташа, помоги. Я не могу в этом помочь. И, конечно, это видео было сделано немножко сперегнуто, я немножко перегнула, может быть, палку, Миша. Да, бы запугал. Может быть. Но, опять же, люди смотрят, что-то они, может быть, возьмут из моего видео какую-то информацию, что-то, может быть, из другого блогера информацию. Но дело в том, что это на самом деле так. Люди думают, что они приезжают сюда и здесь их кто-то возьмет за руку и поведет по инстанциям. Но это же неправда. Наташа, а вот можно я тебя спрошу? Я с нашими ребятами, когда разговариваю, у нас же много ребят из разных штатов, и вот говорят, что во Флориде, я с одной стороны слышу, что во Флориде легко найти работу в отелях, в ресторанах и так далее, ну там на кеш. Потому что там много нелегалов и латиносы, и русские и так далее. А с другой стороны мне ребята говорят, ой, да ты что там, замучишься, вот такую работу пока найдешь в Калифорнии, с этим гораздо проще. Вот я именно смотрю с другой стороны, с которой ты сказал. Потому что я, во-первых, никогда в жизни не работал на нелегальных работах. Я не представляю, как можно найти нелегальную работу. А полно на работу работы? Но если я представлю, что человек пошел на нелегальную работу, вот представь себе, ты на нелегальной минимум 7,50 у нас во Флориде. Я не знаю, как в Калифорнии. На нелегальной. На нелегальной. Легальной. А на нелегальной наверняка долларов 5. Наверное, меньше. Да, может меньше. И вот люди, они приходят, им нужно платить, приезжать, им нужно платить за жилье. Им нужно, может, покупать какую-то машину, плохенькую хоть какую. Им нужно бензин, им нужно кушать. И все это превышает доход, превышает расход, понимаешь? Но вот же в твоем видео вопрос же стоял так. Нужно ли продавать все и ехать, или вот это не обязательно? Так, давай я сейчас. Я отбил, ну давай, я потом подрежу. Вот у меня кто-то, кто-то мне звонил. Я не знаю, такой кто. Ну, если что, еще позвонят. Так, все, значит, и так. Я считаю, что не нужно, понимаешь? Всего продавать. Я считаю, что не нужно. Когда я поехала в Америку, я поехала не на пустое место, я поехала к человеку, я знала, что у меня будет дом. И я продала квартиру через 9 лет. Через 9 лет. Я всегда думала, а вдруг, а вдруг, а вдруг. Но когда люди приезжают, продают, приезжают с детьми, а если дети заболеют? Куда? Ты действительно... Ну, мы же знаем, что есть дети. Ты уверишь, что человек нелегальный может пойти к доктору? Да. И доктор его потом лечить бесплатно. Я просто знаю, что это так. А я нет. Я у Вини спросила, Вини говорит, я не такого не слышал. Тебе не приходилось? А есть же комьюнити госпиталя, где ты приходишь. И вот, пожалуйста, у нас вот есть очень хороший госпиталь. Как называется, Элкомина госпиталь. И там есть отделение для людей, у которых нет денег. Это целая наука. То есть, даже если они нелегальны. Абсолютно они рожают. У меня вот есть родственница. Ну, это же я не знаю. Твоё брата, жена. Она работает в такой комьюнити госпитале. В родильном отделении. Она говорит, да там на 10 рожениц 9 нелегальных. И они получают сопровождение, наблюдение, лекарства им дают. И всё такое. Ты чё? Вот я тебе говорю, я никогда не сталкивалась, я даже не представляю. Мне кажется, ничего такого нет. У Вини спросила, Вини тоже они этого не знают. Американцы многие намного хуже знают возможности, чем мы. Всё равно лучше предупредить людей. Пусть они едут. Я никому не могу запретить. Правильно? Ты представляешь, в Мексике есть брошюры. Им раздают. Тем, кто через границу идёт, им раздают брошюры, где написано, на что они имеют право в Соединённых Штатах. Люди, нелегально пересекшие границу. Понимаешь, масса всего есть, чего им положено, просто по факту того, что они живые люди. Независимо от того, как они в стране оказываются. То есть ты считаешь, приехать вот нелегально, с всей семьёй, всё продать, это не страшно. Это как бы можно всего добиться. Ты знаешь чего, я в принципе мало имел дело с нелегальной эмиграцией. Я в основном пока вижу людей, которые быстренько получают и сайвом, и политическое убежище. И пока суть до дела, они, может быть, в течение полгода, 6-8 месяцев, 10 месяцев, они находятся в таком непонятно в каком положении. Но людей, которые годами живут в нелегалке, а таких людей чудовищное количество, которые уже десятилетиями живут. Вот эти 11 миллионов, которые хотят легализовать, из них намного больше половины живут уже 10 лет и больше. Ты понимаешь? А как они работают? Они шикарно работают, прекрасно работают. Я всё равно думаю, может, если так попробовать, то может, одному главе семейства поехать, всё разведать, как-то устроить, а потом привезти семью? Нет? Моё мнение такое. Когда человек едет, он должен себе ответить на вопрос. Адекватный человек, я про неадекватность ничего не могу сказать. Но если человек адекватный, он задаётся вопросом. Как я легализуюсь? Потому что вот эта вот мысль, я поеду, а там на месте разберусь, понимаешь? Ну, это ужасно. Ну, подожди, но мы-то знаем, что на месте произойдёт. Ну, так вот такими и писали. На месте ему скажут. Нет, ну, на месте, если он... Нет, мы говорим про адекватного. Адекватно у него есть какие-то деньги, на что он приехал, там. У него есть на какое-то время он снял там жильё, там или что-то. И ему люди вокруг говорят. Он адекватный, на самом деле, даже поехал к людям, которых знают. Может быть, он не родственников там или друзей, но он на форумах нашёл. Знаешь, он нашёл, он не ехал никуда. Он ехал туда, где хотя бы консультативно его могут поддержать. И ему говорят, слушай сюда, будешь получать политическое убежище. Вот тебе, Бася, значит, он тебе всё оформит, вперёд. Вот и всё. Поэтому, понимаешь, но ехать с мыслями... А что ещё у него остаётся? Ну, он может жениться, например, да. А больше ничего нет. Что ещё? Вот что, как-нибудь там вот он пойдёт к адвокату, адвокат ему скажет политическое убежище. Ничего нет больше, что адвокат ему скажет, чтобы мы, например, сейчас не могли сказать, что это. На выбор. Всё, всё, что есть на выбор. Поэтому, если ты уже едешь, но уже едь как нормальный человек, если ты не едешь как нормальный человек, никто тебе не поможет. Ненормальному никто не может помочь. Понимаешь? А нормальному каждый рад помочь. Потому что он чуть-чуть и всё. Он же сам в основном всё делает. Ну, так ему надо помочь. Мне там написали, Наташа, тебе что, жалко территории Америки? Нет, территории не жалко. Жалко, что мучаются люди. Детей жалко. Детей жалко. Очень жалко. У меня прям сердце разрывается. Ну, ладно. Пусть простят меня те, которые расстроились, посмотрев мои видео. Я не знаю. У меня было очень много комментариев. Наташа, пусть думают. Знаешь, что? Каждый человек должен сам думать. Тут послушал, там послушал. Мнения разные. Опыт жизненный разный. Даже люди с одним жизненным опытом, если ты задашь вопрос, могут дать ответы иногда сильно отличающиеся, иногда не сильно, но всё равно отличающиеся. Поэтому тут дело такое. Слушай, слушай, слушай. Вникай. Для себя решай. И ответственность будешь сам нести. Правильно? Конечно. Никто же за него не отвечает. Он сам. Поэтому. Такая ситуевина. Ну, что? Есть у тебя эксайтмент такой? Тестером буду. Да, конечно. Я вот сейчас сижу и думаю. Ведь вот в августе я решила открыть свой канал. Канал? В августе. Это Людмила тебя сподвигла? Да. И вот хочу рассказать, да. Так, ну ты. У меня был мой канал с 2007 года. Ну, как канал? Это не канал. Просто я туда, я не знаю, у меня может видео 5 было там моего внука и всё. Чисто для себя. Угу. И они мне там висели и больше не... Хотя у меня там написано канал с 2007 года, по-моему, моего 6. Понял, понял. Ну, у меня его не было. Да, и вот мы с Людмилой тут сделали пару видео, ну, там, я не знаю, десяток. У Люды на канале? Да, у Люды на канале. И Люда мне начала говорить, там, Наташа, открывай свой канал, люди пишут, какая Наташа интересная. Там они смеялись на мои весёлые там видео, ты тоже смотрел, да? Вот мой, да, очень смешно. Вот. Ну, они все там захотели открыть, я говорю, Люда, я никогда в жизни не открою, потому что я работаю и ездить мне вот так показывать красивейные места, у меня просто времени нет. Как вот поставил камеру снизу? Ну, вот, и она говорит, ты не понимаешь, открывай, открывай, у тебя всё получится. Людочка, тебе привет. Спасибо тебе за то, что ты сподвигла меня на это, потому что, наверное, не сидела бы я сейчас здесь с Михаилом, потому что всё взаимосвязано в жизни. Вот не было этого бы, да, бы не было этого, правильно? Энергетическая связь. Не было бы вот так плохо, не было бы вот так хорошо. Или там что-то ещё. Вот, поэтому с августа у меня началась вот такая бурная жизнь, ютюбовская. Так. И тогда я для себя открыла два мира, злой и добрый. Инь и янь. Да. Белая и чёрная. Я, конечно, не знала о другой стороне планеты, так скажем, потому что, когда, знаешь, не касаешься этого и не знаешь, и закалил меня этот мир, так скажем. Но ещё не совсем, я ещё всё равно немножко и орыпаюсь ещё до сих пор. Я тебе скажу, если бы не было зла, кто бы вообще хорошее слово сказал о добре? Правильно. Добро существует только в контрасте со злом. Да. Поэтому ты с этого можешь больше, то что называется, appreciation, да, иметь в отношении хороших людей, добрых и так далее. Да, ну вот это интересно. И как-то получаются у меня какие-то видео, что-то я всё равно нахожу. Так. И для тем. Винсент мне помогает, он иногда готовит всякую вкусняшку. Ооо. Мы с ним снимаем и многие пишут, Наташа, вот там одна женщина мне написала, она владеет рестораном. И она сказала, у нас в ресторане теперь это самое фирменное блюдо. У меня, знаешь, внучка Саша, они там с родителями ходят в какой-то японский там ресторан, и там какой-то есть супчик, который Саша очень любит. Она всё время заказывает суп, и вот этот суп у них называется теперь Саша суп. Видишь как? Да, такое. Товарищи, я сейчас еду в Михаила машине, и передо мной такой вид красивый, такая гора. Где гора? А, за этой горой океан. Вот, ну не этой прямо огорой, там их серия гор, и вот там уже океан, конечно. Очень приятно. Мы же долина, мы хоть и кремния, но долина, мы промежу двух. Да, приятно здесь. И постройки здесь немножко другие, они такие, как во Флориде. Ну, во Флориде они больше как усадьбы, такие шикарные. Не знаю, а мне кажется, что здесь покрасивее. Красивее. Просто, ну знаешь, глаз замылился, наверное. Ну, это место дорогое, на самом деле. А, я в Нью-Йорк приехала, вообще глаз не могла оторвать от домов, там такие Виктория Миншин совершенно. Да, да, ну, смотря куда ты попадёшь, да, ну там, где частные дома в хорошем месте, конечно, конечно, конечно. Я у тебя на канале выложила видео, вот сейчас, в данный момент, да, тоже всем уже рассказала, что я… А, ты уже нажала кнопочку? Вот сейчас только нажала, опустила. Пока я заправлялся. Рассказала, что где я буду жить, и что я кровать уже отправила, и мне ее уже там надули. Вот так. Все рассказала. Ага. Мы сейчас заедем перекусить, это у нас Наташа с дороги. Да, я, кстати, утром так нервничала, вини мне кофе сделал, я даже два глотка, и даже не могла это кофе пить, говорю, я не могу даже кофе пить. И вот выпила бутылку воды, и больше у меня ничего во рту не было. Возвращаясь к Вини, который тебе сюжеты советует, я хочу сказать, что самое простое, что может делать начинающий блогер, то есть, допустим, у меня вообще ни одного подписчика нет, и никто вопросов ему не задает, потому что на самом деле, когда у тебя уже есть там тысяча, две, три, ты просто по вопросам можешь, у тебя вопросы просто один за другим. Они темы тебе сами дают. Абсолютно, да, никакой проблемы нет. Но если ты хочешь начать с чего-то, ты можешь пойти и послушать каких-нибудь блогеров. Например, там, Наташу, меня, там, Юру Мельникова, или кого-то, допустим, с кем хочется постоянно полемизировать. Вот, там есть такие, что ты с ним все время не согласен. Вот, значит, ты берешь, делаешь там видео. Не потому что ты споришь с кем-то, а потому что ты говоришь, вот по такому-то вопросу существуют разные мнения. Вот есть мнение такое, я со своей стороны считаю, что правильнее было бы поступить вот так, в такой-то ситуации. То есть, вот это видео-благосфера, сама по себе, она дает тебе невероятное количество материала для того, чтобы свое мнение высказать. Потому что если у тебя есть опыт жизни, не важно, сколько у тебя есть опыта, а у тебя есть один день, у тебя есть один год, десять лет. Бывает, человек еще, он билетов не купил, понимаешь? А у него же есть опыт, что он что-то читал, где-то слышал, там и так далее. Поэтому, если он исследовал какой-то вопрос и может там что-то по нему сказать, но только надо со ссылками, чтобы не, если он начнет что-то не по делу говорить, чтобы не получилось, что это он качество мышления, а просто может быть там информация. Не имеет значения. То есть, всякий человек, если он что-то послушает, у него есть какое-то отношение. И вот об этом отношении он может говорить. Другое дело, что есть люди, которым есть что сказать, они не в состоянии сказать. Есть люди, которым нечего сказать, они любят поговорить. Это все совершенно не связанные вещи. Поэтому есть блогеры такие больше, по содержанию, вот как я, например, у меня больше я стараюсь пользу приносить. У тебя, так, да, у тебя эмоции... Никакой пользы. Не, ну зачем так? У тебя, значит, ты эмоционально, ты веселые истории рассказываешь. А там Ира Мамцин, значит, у нее там, она говорит, что у нее такой канал, мамы одинокие ее смотрят. И у них там какая-то своя тусовка. Люди, ходят люди, которым позитивных, позитива, эмоций положительных там и так далее хочется. Там и так далее. То есть, выходи, слушай. Весь мир, кстати, я хочу прояснить о ситуации. Потому что мир подписчиков там решил, что мы с Людой поругались на этой почве. И потому что она выпустила одно видео, я другое видео. Но я хочу всем сказать, что виртуальный мир между блогерами отличается от настоящего мира. Да. Поэтому не нужно путать что-то. И там все уже кричат, кто-то ручки потирает. Наконец-то они поссорились. Мы никогда с ней не ссорились. Ссорились, не собирались. У нас с ней отличные отношения. Просто у каждого свой канал, у каждого свое мнение. У меня тут на днях такой интересный был выход. То есть, там, посмотрев на Иру Мамсын, и там, может быть, еще пару сюжетов, человек говорит, о, так я чувствую, там уже отношения какие-то налаживаются. Серьезно? К дому делается пристройка, не для нее ли. Там, я не знаю, у меня свет в одной части, то обозначает, а там в другой. Ну да, да. Вот. Но просто люди, они... Миша, там книги могут писать люди. Там такие. Они творческие, и они какие-то виртуальные качества приписывают. Там такие. Там одно слово скажешь, уже цена книга, от слова все. Ну, это прикольно.